Как думаю большинство из вас уже знает, последних более чем полгода Эмбер Хёрд живет в Испании, на Майорке, живет довольно отстраненной от Голливуда жизнью и, так сказать, старается быть ближе к народу. Хотя при этом уже несколько месяцев к ряду ее вообще не видели журналисты и даже пронырливые испанские папарацци. И вот новые фото и сообщения людей говорят о том, что видимо Эмбер вновь слетела с катухой и пошла в отрыв. Так это или нет и что опять натворила опальная актриса, будем сегодня разбираться. Всем привет, с вами ЮТУ и мы начинаем. Дифмарк это топовая торговая площадка для геймеров и не только. Тут вас ждет огромное количество игр для разных платформ и сервисов, есть игровая валюта, ключи, аккаунты или даже софт. Зарегистрироваться на Дифмарк максимально просто, буквально в два клика. Все транзакции безопасны и, что важно, работает качественная поддержка 24 на 7, готовая в любое время дня или ночи решить любой ваш вопрос. Плюс в вашем распоряжении более 300 методов оплаты, которые подойдут абсолютно всем. Ну а по промокоду ЮТУ вы получите скидку 10% на все, ссылка в описании. Что же, сперва давайте я вам расскажу о том, что сообщали англоязычные ютуберы и множественные издания. Первым данную инфу распространил у себя на канале блогер Джозеф Моррис, ссылаясь на испанских очевидцев. Дальше пойдет цитата. Вчера вечером Эмбер пришла домой пьяная, крича и ругаясь. Соседи ненавидят ее присутствие, она постоянно пьет и устраивает вечеринки. Это полностью портит атмосферу нашего города. И это довольно безумно для меня, потому что у нее при этом есть дочь, которая постоянно с ней. Так или иначе, сегодня утром я нашел на тротуаре рядом с ее домом, ну как бы то же самое, что Херд оставила некогда в кровати Джонни. И конечно же, наша камера видеонаблюдения зафиксировала, как она сидела вчера там на корточках. Мы хотим, чтобы она ушла. Ну как бы вот такая дичь. Кстати, то видео Джозефа Морриса сейчас недоступно, видимо его удалили за какое-то нарушение или жалобу. Но фотки с камер наблюдения в сети действительно остались. Тут мы их размещать не станем, но они уже есть в нашей телеге. Так что жмите по подсказке в правом верхнем углу прямо сейчас или по ссылке под видео. И можете сами для себя определить Эмберли на снимках и что там вообще, черт возьми, происходит. Что же, так или иначе, но Херд все же осталась в Испании. И вот из самого нового появилось видео, как она зажигает в баре или где-то на танцплощадке с каким-то пареньком. Точно пока не ясно, когда именно был снят данный видос. Но люди, которые не слишком любят Херд, сразу же сказали, что данное видео, на котором она якобы нетрезвая, лишний раз подтверждает, что Эмбер реально пошла в очередной загул. А напомню, что еще год назад сам Джонни говорил, мол, его бывшая неравнодушна красному вину. И в последнее время их совместной жизни она традиционно выпивала по две бутылки за ночь. Что же, я честно не знаю, что там и как с Эй Эйч. Таких инсайдов у меня нет, но на видео выглядит она определенно лучше, чем в прошлом году в Вирджинии. Понятно, что тогда ей еще сама роль, которую взяла на себе Херд и диктовала, что она должна восприниматься как бедная, несчастная и все такое. Но сейчас Херд вполне бодрая, в гораздо лучшей форме, чем в Вирджинии. И вообще, видимо, вполне довольна жизнью. Ну, по крайней мере, в тот момент, когда ее снимали на камеру. Хотя, опять-таки, некоторые утверждают, что все это снималось еще до разбирательств прошлого года. Что же касается других обновлений по теме, то помните, немного ранее Джонни давал интервью и рассказывал, как он обосновался в своем доме в Англии, или даже точнее не доме, это целое гигантское поместье, купленное актером за 13 миллионов фунтов. Так вот, самые ярые поклонники Херд уже поспешили наброситься на Джонни, мол он кичится своими миллионами, своим богатством, выпячивает свою роскошь, в то время как его бывшая влечет убогое существование в Испании, всеми забытое и чуть ли не без куска хлеба. Ну и все в этом роде, понятно, что это явный перегиб, и Эйч уж точно не нуждается как минимум на уровне бытовых потребностей и среднего уровня жизни, но вот видите, все равно некие самые отчаянные ее поклонники не могут никак успокоиться. Что же касается того, в самом ли деле Эйч сорвалась и ушла в отрыв, честно говоря, у нас слишком мало инфы, чтобы однозначно об этом говорить. Да, еще в прошлом году были сообщения и даже фото камер наблюдения того, как актриса якобы конфликтовала со своей тогдашней спутницей и партнершей Бьянкой Бутти, после чего последняя в спешке покинула их отельный номер, Теперь вот некоторые дополнительные обновления и тоже вроде как с доказательствами, и все же очевидно, что Эйч старается меньше светиться, так что точно о том, что она делает и как живет сейчас, говорить пока что сложновато. Ну а как только что-то более определенное и интересное появится, вы узнаете об этом первыми. Для этого прямо сейчас подпишитесь на наш канал, кто еще не подписался, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления, ну и конечно подпишитесь на нашу телегу, ссылка ждет под видео. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.